Доброго времени суток, уважаемые друзья! И сегодня, как мы и обещали вам ранее, мы проводим анпейкинг вот этой модели, которая к нам приехала в наш российский офис вчера. Модель одна из самых востребованных на рынке, GT72 с индексом 2QE, самым последним поколением 900 графики NVIDIA. И давайте её вскроем. Я думаю, что всем интересно увидеть, что же находится внутри. Соответственно, срезаем... Даже не знаю, как назвать, что это. Вчера очень много шутили на эту тему, что нужно это делать медленно и нежно, но всё-таки это не плёнка, поэтому я это сделаю довольно-таки быстро. Так. соответственно эту коробку нам с вами не жалко потому что она является не самое важное она существует для транспортировки и так что мы с вами видим мы с вами видим gt 72 соответственно вот в таком вот прекрасном кейсе как вы знаете мы делаем наши активности с компанией gaijin и с каждым ноутбуком вы можете найти вот такой вот стикер этот стикер говорит о том что при регистрации на российском ресурсе вы можете получить в подарок танк и самолет от компании gaijin мы видим что это gt 72 с индексом 2 qi есть две модификации 2 qi и 2 qd и означает что внутри находится графика gtx 980 m то есть мобильный nvidia geforce и если это будет 2 qd то там соответственно будет на ступень ниже 970 вот мы с вами видим что здесь внутри находится модель стандартного черного цвета с диагональю экрана 17 и 3 full hd разрешением то что идеально подходит для геймеров матовым экраном 4710 hq процессор процессор который не сменный он соответственно к припаян к материнской плате графика у нас форм-факторе mxm с 8 гигами видеопамяти gdr5 и она сменная при необходимости однотерабайтный жесткий диск с оборотами 7200 плюс 512 гигабайт ssd это супер и 3 в данном случае у нас получается 4 модуля м.2 которые образуют данном случае максимальный объем твердотельного накопителя и максимальную скорость объем оперативной памяти 4 модуля по 8 32 гигабайта пишущие blu-ray wi-fi bluetooth windows 8 1 русская клавиатура 9 ячеечная батарейка и называется это доминатор pro как вы прекрасно знаете про это значит что топовая графика ну и как таковое если мы делаем топовую графику то здесь все остальное тоже ставится практически по максимуму но вот для примера blu-ray пишущий будет только вот на такой топовой модели еще наверно должен сделать один комментарий не надо обращать внимание на конкретную спецификацию вот этого сэмпла в продаже могут и очень часто бывают совершенно другие модели вот если внимательно посмотреть на коробку то мы здесь вам не видим логотипы основных технологий которые используются steel series engine соответственно макросы которые можно записывать на клавиатуры эксплит геймкастер соответственно для стриминга профессионального killer lan killer network killer double shot соответственно приоритизация игрового трафика при работе с игровыми да и не только приложениями поддержка работы мультимониторных конфигураций super raid соответственно емкая и скоростная система для хранения данных cooler boost возможность вмешиваться в работу системы охлаждения и заставлять ее работать на максимуме возможностей steel series клавиатура но это наверное фишка присутствующая у нас на всех наших геймерских ноутбуках профессиональной клавиатуры от геймеров audio boost причем я бы сказал так что он здесь наверное следует говорить о том что идет не аудио boost здесь идет аудио boost 2 также как и killer lan должен быть killer double shot либо killer double shot pro но с учетом того что в россии c стандарт пока еще не сильно сертифицирован будем откровенными то у нас насколько я помню должна быть просто killer double shot то есть приоритизация игрового трафика по кабелю и по беспроводке вместо аудио boost должен быть логотип аудио boost 2 и один аудио соответственно акустика от компании один аудио вот в принципе придрались к логотипом но это действительно правда здесь идет аудио boost 2 это первая игровая модель у которой находится внутри три усилителя звука каждый под свой источник и по факту вы видите mass production изделия здесь у нас находится ноутбук здесь у нас находится блок питания давайте его достанем здесь опять же ничего удивительного не будет 230-ти ваттный блок питания 19 с половиной вольт и 11 8 ампер он не такой уж громоздкий как многие думают но и к маленьким я бы вот уже не отнес российский стандарт или европейский опять же называйте как хотите кабеля убираем и и давайте посмотрим сам ноутбук то ради чего в принципе все это и затевалась вот под ноутбуком а мы с вами видим давайте это дело откроем юзер монол то есть руководство пользователя и драйвера дистрибутив варсандра который в принципе совершенно спокойно скачивается из интернета брошюра от windows быстрый старт сервисная политика и гарантийный талон инструкция по использованию фич по восстановлению системы и на самом деле вот он гарантийный талон а то что был варанти сервис бук это просто идет описание сервисной политики но основное это вот это значит как вы знаете на все игровые ноутбуки компании масса обеспечивается двухлетняя гарантия по гарантийному талону который должен заполняться дилеру в момент продажи вот и только на ограниченные линейки обеспечивается трехлетняя гарантия но это так называемый dragon edition серии снимаем это дело и достаем нашу машину давайте я отодвину коробку в сторону ноутбук выглядит вот таким вот образом идет пленка для того чтобы не повредить его снизу мы с вами видим большую винты вентиляционную решетку которая необходима для того чтобы обеспечить максимально эффективное охлаждение здесь мы видим решетку сабвуфера она здесь у нас находится два usb порта стандарта 3.0 пишущий blu-ray на задней стенке замок kensington для того чтобы блокировать его на выставках где-то на мероприятиях два мини дисплей порта hdmi rj 45 сетка питание причем питание свой собственный уникальный разъем вот соответственно это тоже можно увидеть и вот здесь вот что он довольно таки специфичный еще четыре интерфейса usb 3.0 то есть тотально у нас получается 64 аудио выхода разъем картридера как вы видите появляется некая такая стилизация многие знают под что в принципе были очень большие запросы чтобы это сделать наши инженеры пошли на это дело вот здесь мы видим с вами это даже не бумажная салфетка это я бы не сказал так некая прокладка а есть такие коврики я думаю что вы прекрасно знаете которые рекомендуют вкладывать на клавиатуру во время перевозки когда вы играете вы соответственно работаете по коврику мне такой коврик был вот эта штука действительно полезно и удобно когда вы перевозите ноутбук для того чтобы но если не дай бог происходит надавливание не было отпечатков клавиатуры на экране в принципе я со своей стороны рекомендовал вам использовать но будете вы использовать или нет это будет ваш выбор но вот соответственно мы с вами видим здесь используемые технология и вот здесь вот уже все правильно то здесь мы видим название модели gt72 2 qe доминатор pro steel series engine 980 графика super i3 cooler boost 3 все правильно matrix display killer one то есть здесь у нас идет приоритизации только по кабелю в данном конкретном сэмпле и audioboost 2 как я уже сказал 3 усилителя ну вот основная идея в этой модели это плановый апгрейд скажем существующий gt70 gt60 модели а точнее говоря просто gt-серии и эта машина использует двухкулерную систему охлаждения это первое и основное преимущество этой модели второе о чем нужно сказать то что здесь появились аппаратные кнопки кнопка включения питания кнопка переключения графики кнопка включения функции cooler boost сама система охлаждения называется coolerboost 3 эта кнопка традиционно осталась coolerboost кнопка запуска x-split game кастера и кнопка запуска steel series engine наверное нужно отдельно отметить вторую кнопку сверху кнопку переключения графики если вы знаете я думаю что многие из вас знают что есть технологии которая называется nvidia optimus технологии которая была призвана автоматически переключать графику между встроенной и внешней так вот многие из вас особенно заядлые геймеры профессиональные геймеры неоднократно жаловались на тот факт что не удается запустить порой то или иное приложение в частности 99 процентов игры на дискретной графике дабы избежать таких проблем в будущем наши инженеры переварили эту ситуацию и реализовали это в виде хардверной кнопки соответственно теперь таких проблем не будет если вы знаете что вы геймер что вы не заботитесь о времени автономной работы без раздумий нажали кнопку переключили систему на дискретную графику и дальше система у вас будет работать только на ней перезагрузилась система и вы больше не думаете об этом и все игры все приложения будут запускаться в режиме максимальной производительности никаких проблем а и затыков с производительностью возникать не будет вот в целом еще раз хочу сказать что это новое шоссе это двухвентиляторное шоссе система охлаждения которое получило название кулер буст 3 фича под кулер буст когда мы можем заставить вентилятор работать на максимум своих возможностей она также осталась и с точки зрения шума здесь все довольно таки стало интересно если gt серия была довольно таки шумной так же как в принципе остальные модели то в этой модели инженеры хорошо очень поработали и по факту получается что даже в режиме работы именно фичи кулер буст машина будет довольно таки тихой но мы это оставим на следующие видео также апгрейд произошел системы дин аудио а точнее говоря аудио бусто акустика дин аудио как было так и осталось а вот аудио буст стал теперь называться аудио бус 2 внутри этой мощной самой мощной машины данный момент времени в модельном ряду игровых ноутбуков мса и кроется 3 усилители звука и эти усилители обеспечивают наиболее качественно наиболее правильное естественное сбалансированное звучание для всех источников звука выдаете ли вы это на наушники либо вы даете это на встроенную акустику вот и конечно же появление аппаратных кнопок и отдельно еще раз обращаю ваше внимание на появление аппаратной кнопки для работы на дискретной графике ну вот на этом я анпейкинг закончу и следующим этапом либо в будущем либо уже в средствах айти информации выйдите более детальные обзоры этой модели а а